Мир катится в ад. Политическая ситуация нестабильна. Что делать, Рэмба? У нас был пент в центре, в центре Орла, где дом Совета. Там собирались все вот такие, как мы со Ступой. Ну и там, собственно, мы все попересеклись. Ступа уже тогда, он даже уже тогда выступил на фестивале «Надежда» в Москве. Там еще были Ди Шварц и Катсон, там, ой, такие. Я не знаю, кошки еще существуют, Ди Шварц и Катсон? Нет, наверное. Ну, он с ними выступал тогда. Ступа уже тогда был там как бы популярен. Ну, просто Ступа вообще он никуда не хотел никогда ехать. Он, может, сейчас был бы там вообще меха какой-то звездой. Ну, так вот получилось, что он все время в Орле. То есть, у вас тоже будут выиграть, да? Да, ну, а там это самое ВКонтакте уже есть, там это все, видосы. Там даже запись есть, срок фестиваля какого-то 95-го года, где там бесиво там вообще нереальное было в юбилейном. Ну, мы играли там грайндкор какой-то, ну, там вообще там просто такая вот... Мы поехали всей толпой. Поехали мы, короче, уступы, там «Ночная трость» поехала, кто-то там еще. Ну, остальные просто там неважно, да, там самые хедлайнеры были. Куда поехали, скажи. В Брянск. А с нами не поехал, это самое, у нас не было гитариста, мы просто, это самое, басиста поставили на гитару. Говорим, ступ. Это самое, сыграешь? Он говорит, да рэмб, говорит, да легко, говорит, сыграю вообще. Да просто, говорит, а что играете? Я говорю, играй, играй что хочешь, только быстро. А к нему эти брянские эти корреспонденты всякие подходят, говорит, а что вы, говорит, будете играть? А ступа им говорит, ну, говорит, рокобили, говорит, там рок-н-ролл. Я, говорит, сам не ожидал, что, говорит, мы там, как, говорит, это, грандкор, говорит. Бабах! Вот ступа еще был шнур такой короткий, ему все время приходилось возле края сцены стоять. А там вот эти вот бесиво фанатское идет. А что, по струнам, там вот так вот косот этих вот дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Блин, с костяном было весело вообще там это самое. Мы у Лены Васечкиной там отжигали, она прям жила возле пинта. и все это происходило под лозунгом насколько я помню наркотики наркотики против урока лозунг такой наркотики против урока ну а такой лозунг был наезд это ступа придумал не я не знаю может может сам ступа это и делала когда закончилось а потом все начали кто по тюрьмам кто по больницам не поймите еще веселье закончил кто по кладбищам но кто-нибудь остался так ну кто остался я ступа вот михонтер но мишка еще он молодой он тогда чтобы с нами не был он потом появился а из старых да я и ступа наверно только остались ну еще там есть аршин но он вообще там шерпи где-то служит это самое у него крупа сумасшедший отец ну рост тоже живой а про роста забыл да я не знаю рост какой-то видели видели честным нормально подходника что на тебя опять придется монастыря приехал опять пить ночью а есть группа карби 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 дады г ну ага кент мой да а он только мула и его там нет его ступа знает конечно он его называет элвис но потому что я как это собирано его из оправда похож идет от причесона вот этих какой элвиса пройти на не знаю рудик еще а еще рудик же расскажи к тему как там ступа суп варил с карандашей это у лены было начали да да мы там были загашенные короче ступа решил свариться ступа свари супа пачку карандашей этих их прям кастрюлю бабах с лучком там с парковочкой все дела но все короче все бы нормально если бы не карандаши а потом еще у лены был хомяк ангорский такой чтобы прям на ленину на ленину кровать его посадил вокруг облил бензином от зажигалок и поджог вокруг круг такой вокруг этого хомяка как это хомяк бедный не сгорел я не знаю а он же мохнатый такой такие вот были алена она в питере сейчас живет она за байкера за какого-то замуж вышла я ее видел как товары может быть это самое лет пять назад просто за пивом стояла она случайно появилась ну рудик да ну рудик это вообще кори фан он еще дольше знает фрикенбок в африкенбок варлет и что орел это рок-н-ролльный город тут один рок-н-ролл спрашиваю марио у меня маргорода и мы туда ступен сергей афанасич тоже я его знаю 25 лет он просто всю жизнь со пикет тёрст-тёрст а что нет я проступил ничего плохого говорить не буду я знаю до хрена там про него чего но я не буду говорить он кореш мопик я к нему недавно в мэрию сходил говорю серёг дай денег как раз топовый в это время в мопре лежал дай мне говорю стой ступен на мандарины и тот ступен и этот ступен он говорит ну что виталя ну на тебя рубль там да кстати происходит регулярно путаницы да все думаю что ступа маргорода думает что ступа маргорода орла ты втираешь мне какую-то дичь не а ступен тогда он говорит да говорит это шоу и со ступами тогда был деструктивный распад легкого да вот такая вот как ну ведь на мандарины говорить на иди к ступе и я прям сразу из мэрии прям к ступе попер в мопру купил бутылку вискаря бутылку вискаря это купил бутылку вискаря мне подарили просто это было еще до этого с вискарем мне джек дэниелс это подарили я у чувака попросил в рядами 500 рублей там это самое мне на интернет говорю надо положить а у меня на тебе 500 рублей говорит и вот тебе еще пакет я смотрю там и цены литровый джек дэниелс лежит то есть было всем сам всегда самая крутая группа всегда ночная трость это было что-то супер ну я просто для меня нет я знаю все русские группы но лучшее из них это ночная трость всегда это ночная трость и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...